МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Изюминка, фишка фильма – это вампиры. И здесь мы очень тесно работали с гримом. В тех случаях, когда вампиры превращаются, тут вступаем мы, поскольку загримировать его прямо в кадре невозможно. А вот при помощи анимации можно сделать превращение из человека в вампира. Наш главный антагонист – это Янкул. Он присидел в гробу в заперти 140 лет. И когда он вылезает, он как бы явно не в своей лучшей форме находится. И выглядит примерно вот так. Мы подготовили грим для актера с маркерами для макапа, за который мы потом могли ухватиться и привязать к нему нашу трехмерную модель. В результате мы стараемся, прям как в фильме «Аватар» Джеймса Кемерона, сохранить все нюансы актерской игры. Но при этом лицо в данном случае полностью заменяется при помощи цифрового грима. Для этого кадра актер Михаил Явланов был побрит и оклеен вот такими вот специальными сферками. По этим точечкам сумели прицепиться к его голове. Вот там сейчас ходит его точная цифровая копия. Не еще не сушеного вампира, а мумии, а человека. Мы еще для очень многих персонажей делаем цифровых дублеров, которые выполняют трюки, которые на площадке было сделать нереально. Например, упасть за борт с крыши, с 40-го этажа. И у нас есть целая команда цифровых дублеров. Ваня Янковский, правда, еще пока без глаз и без волос. Сейчас есть такая технология популярная фотограмметрии, которая позволяет по большому количеству фотоснимков получить модель человека. Другим нашим большим объектом, помимо туннеля, был небоскреб, в котором живут вампиры. По легенде, это огромный недостроенный небоскреб, который где-то находится в Москва-Сити. Но при этом это не какая-то конкретная существующая высотка. Мы придумали свою. Получилось так, что входную группу этого дома играло здание на Преображенской площади. А декорацию построил художник-постановщик. Поэтому это были, грубо говоря, наши две точки, от которых мы должны были достроить вверх и вниз наш дом. Задача у нас в основном, чтобы герой, когда подходил, у него со всех сторон была пропасть. И таким образом мы можем наши все сцены кульминационные сделать интенсивнее, поскольку у героя отступать нет. Мужик, давай спокойно все обсудим! Это не я! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...